Пётр Никитич, у меня здесь новая статья. Садник в чёрном остановил коня и, крадучись, направился по перекинутому через мосту. Пётр Никитич! Лев Николаевич! Да? У меня сенсация! Представляете, моя родная, двоюродная бабушка слышит звуки на расстоянии. Вы представляете? Я тоже слышу на расстоянии. Понимаете, Маша, все люди слышат на расстоянии, кроме, разумеется, глухих. А вы как-то иначе? Да нет же, нет! Она слушает без ушей, понимаете? Нет, не понимаю. Ну-ка, как будто у неё вместо ушей телефон. А что, что, любые звуки слышит? Нет, не любые, но она слушает очень многое. Мелодии, музыку. Послушайте, Маша, может быть, это слуховые галлюцинации? Да, конечно, это галлюцинации. Да нет же, нет же, это не галлюцинации. Она слушает радиотрансляции без помощи радиоприёмника. Этого не может быть. И я тоже сначала не верила. Но моя бабушка, Вера Сергеевна Грановская, всегда отличалась уникальной порядочностью и бескомпромиссной честностью. Она просто не может соврать. То, что вы сказали, Машенька, чрезвычайно интересно. Да правда, Лев Николаевич, вы тоже так говорите. Лев Николаевич, я верю, вы с Машей сработались. Исследуйте объект. Тем более, вам к мистификациям не привыкать. Хорошо, я готов. Только нам нужно достать новые приборы. Достаньте. А бензин? За углом на бензоколонке. Хорошо. Пойдёмте, Машенька. Пойдёмте, Лев Николаевич. Сумку не забудьте, Никитич. Здесь опечатка. А кто это опечатка? Утром, так я только успела проверить, Лев Николаевич. Ой, громадей.